Музыка Музыка Так, друзья, очередной фильм Из тех, которые я называю, лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть Вот, в этом есть своя логика Особенно для многих из нас, кто любит слушать Так вот, продолжение серии Выглядит она так, весенний семинар номер два Вот, тема, нужны ли они, когда есть интернет Так, и семинары я провел много у себя в саду Но и выездные были В Москве было два, в Ежевске был, в Красноярске И слет садоводов В Терябинске можно тоже назвать семинары Потому что я железу из 18 часов, отпущенных на лекции Моих из 18 было 8 часов Это немало И там, и везде были фильмы сняты И тем не менее, прошли годы Прошли годы, все, что было, все забыто Мало того, частично сменялись поколения, время идет Вот, поэтому совершенно не лишняя запись вот эта будет Сейчас вы мне поверите Столько за прошлый, да, пусть это было лет 10 назад, ничего Вот, только за прошлый год и этот год получил около десятка предложений провести семинары Из выездных пока провел только 4 Москва-2, Ежевский и Красноярский Реакция такая, что и сам не ожидал У нас ведь в стране заканчивается жизнь миллионы дачных садов Но, слава Богу, зарождается и развивается массовое движение насосельцев и пермакультурцев Сразу моя справка Как зародилось, так уже и умирается Потому что новое поколение садоводов Ну, какое оно поколение садоводов? В институтах, университетах это движение не изучают Польза от них какая-то, все равно одна от них должна быть Это касается и быта, это касается устройства всего Это какие-то там наработок касается Изобретения Анастасии Сапермакультурцев Я имею в виду и в саду Вот, это все должно изучаться Вот, если бы студентов вы туда отправляли на поиски То есть искать их не надо А на поиски чего-то нового А вы спросите у любого студента Кто такой анастасий, откуда они взялись в первую очередь Они не знают Это поколение вообще ничего не знает Они даже науку не знают Потому что сейчас заплатил, получил Дометьте, не выучил, получил диплом А заплатил, вот что, я что-нибудь сказал новое для вас, друзья Именно поэтому я и продолжаю И соответственно, как воздух нужны центры обучения Вот тут-то я и оказался востребованным к качеству преподавателя Итак, Москва Вот А далее мой опыт и технология северного садоводства Начали расползаться по стране К примеру, фото номер два Где в закладанном саду на Вологодчине Показана посадка моих семян абрикосов Моими учениками Пропагандированы мной пологие гряды Были и будут и выездные семинары На моем зачарованном острове Где после уничтожения огнем моего промышленного сада Сожгли ребята молодые Господи, им же гореть в аду После уничтожения огнем моего промышленного сада В неимоверном количестве развивались прикорневые отводки сибирок Вот он получился своеобразный учебный сад Жалтко, долго не просуществовал Почему? Прошло еще пару семинаров А потом записалось только трое А это уже все Потребность А потом последние годы Кто-то вспоминал и говорил Ой, хочу на семинар В общем, перешли фактически на учебу по интернету Тем не менее И сейчас мы с вами у интернета У компьютера сидим Вот так после уничтожения сада От корневых отводков Разошлось гигантское количество Настоящих корневых отводков Вот результат Это я так учил на семинарах Человек выкапывает Ставит комп земли в коробку Ставим на стол То я приведу, то они приведут, то он приведу А вот получаются великолепные результаты А почему закрытая корневая система Технология Прививки моей веточки К этим самым Не подвой привык к привоев А привоев имеют гены Не о неоговаривающих Сибирь, а значит и Приживаемость под сто процентов Вот это вот И было от чему учиться И было, что людям увезти Видите, как По-домашнему Только горечь о том, что сад сгорел Который давал Отсюда грузовиками Правда, один год Когда Грузовиками вывозили В Иркутскую область В Якутии Ой, в это В Тву Вот В Кемельскую область И на север Кацанского края Несколько больших грузовиков Это был первый большой урожай И на этом все закончилось Вот Мне говорят, как Спрашивают, а как он сгорел Почему и сожгли Отвечаю Работал На заводе Драконовские меры Отдел Техники безопасности Ведущий инженер По промышленной безопасности Каждый день Приноси Протоколы А О том, что ты выявил нарушителя Наказал его Вплоть до увольнения Я наказал За все годы Сотни тысяч Кто-то мне ответил этим А я наказывал по делу Вот наша команда Это Не исключили мы И Поездку на СШГС Когда я такие вещи рассказываю Потом еще кто-то хочет приехать Но Время ушло Собрать Большую команду Невозможно И даже Купля-продажа Саженцев Это тоже Учеба Принцип Поучился Сам привил Сам выкопал Сам увез Сам посадил Прямо в коробках Примерно как На фото 18 Ну а следующее поколение Уже из семян А выросшие из них Самые лучшие Саженцы Будут ими же научными Но и привиты Черенками Уже своими Из первого поколения Так сейчас Я быстренько Увеличу Шрифт Знаете почему Потому что Тот кто все-таки Пытается читать Ему будет Надо все Крупнее Вот самый крупный Сделал Так Ага Пойдем Дальше Мы проходили На ГЭС Побывали Вот В тот момент Я еще Не было у меня еще Этих Горшков Это следующий момент Но даже Вот то что Ребята Увозили Да Это уже Было Ну уже Именно Даже эта технология В коробках Обречена на успех Сказать почему Обречена на успех Потому что Я железу Изобрел Привайте Вот То есть Привали у меня Все готово Все готово И рассаживали Прямо в коробках Выкапывали Квадратную ямку Никаких Огромных ям Я против Квадратную ямку Размером Вот с эту коробкой Прямо в коробке Садили А так Правда На холме Вот Видите Уже это Был гарантированный Результат А что ему Сделалось Вон видите Зеленая почка Зеленая почка Так А почему На это Не увеличились Ну-ка Еще раз Попробую Почему Текст не увеличился Что-то Я не тут Сделал Сейчас Так Главное Ну-ка Вот самый крупный Текст Возвращаемся К нашим И так Идем Дальше А следующее поколение Уже Из семян А выросшие Из них Самые лучшие Сальцы Будут Ими же Наученные мной Привиты Черенками Уже Своими Из первого поколения Поняли Что дальше Получается Затем Переносы Второго поколения Третья Еще пара Переносов И деревья К этому времени Питавшие себя Уже местный климат Перестанут замерзать И на все Про все Считанные годы И тут Главное Выращенные Своими руками Они никогда Не будут Пересаженные Так Знали бы вы Как мне трудно Приходилось Все эти годы Казалось бы Живи И радуйся На мои Пятьсот Привитых саженцев Тысячи заявок Ежегодно И сколько их людей Я огорчил Отказами Но зато Я мог Позволить Себе Покапризничать То есть Не уговаривать Северян Привитых А наоборот Отговаривать Не у всех Приезжающих ко мне Из дальних Крэм Сибири Европейской России Есть шанс Врать И даже Мои Изувеченные Пересадки Саженцы Следует Дотошный Допрос И вывод Конкретное место Не позволяет Нормально жить Моим питомцам А все равно Берут И водой Отдельно Взяты Области Разные условия И в одном районе Разные условия И в одном Населенном пункте Разные И даже На любом Десятисоточном участке В разных сторонах И в центре Совершенно Разные условия От благоприятных До смертельно опасных До плодовых деревьев И мои саженцы Посажены Не там Гибнут Когда последняя Экстремальная зима Температурная шкала Привысила возможность Существования Многоксотов В принципе Но не все так плохо Но это было Это знаете как Были страшные морозы Кто на Алтае Когда-то было Новосибирская область Когда-то было На Волге Вот То есть все нормально Уже плодной все Потом бах Вот Но не все так плохо Мой последний пример Удивил даже Меня самого Приехали Ко мне Садоводы Из поселка Сушинска Заложившие В восьмом Девятых годах Сады Из моих саденцев Угловился Старым садоводом Ема Ешевым Петр Михайлович Уже с трудом ходит Но глаза горят Он не сообщил Что все До единого Деревья Живы Я не поверил Собственному шампу Сомнился И выслушал Взамен целую лекцию Как глава Семельства Перехитрил страшные Ветра И пыль И газ Из завода Используя Постройки Так что Все это Пролетало Мимо Мудрейший Старик Вот он На фото 9 Если бы я Подвел Своей гостей Они бы так Не улыбались Вот это Мои гости Но это Те годы А с тех пор У меня целая папка От Калининграда До Сахалина Плодоносят Мои деревья А тогда Это вот еще Я не говорю Что они были первые Может 101 Может 201 Но это Шушинсы А есть фильм Который Я же и снимал А там Крупнейший Умнейший Грамотец Садовод И Шушинска Утверждает Что все что растет У Железова 40 километров Шушинска Расти не будет Ну вот Видите Они улыбаются Спасибо Гости из Шушинска Перекотели мне фотографии В том числе И моих абрикосов Одну из которых Вставляю Это В статью Кстати Обратите внимание Что после Моей сильнейшей Предпродажной Обрезки Получилась Низкоштамбовая Кустовидная Крона С мощным Скелетом Один из моих Постулатов Звучит так В Сибири И на Севере Все живое Должно прижиматься К земле матушки Видите Это вам не дебильная Обрезка До метра Уничтожит все ветки Вот А вы знаете Какие ветра В Шушинском Бывает Розащайся Оттуда На автомобиле Жмешь на газ Он еле ползет И вот На таких ветрах И садят Большинство Сибиряков Сорта Эмигранты Наверное Гибель Даже мои Реально Жестоко Стараюсь Быть Честным Максимально Честным И не Подставить Моих гостей Приехавших Засаживаться Из невообразимых Далей С обыденнейшими Сорокградцами Морозами Каждый раз Показывают Свои Выращенные На месте Зацветающие Даже Однолетние Абрикосы Не тронутые Морозами И такие же Но пересаживаются Моими руками По моему Технологии Естественно Свежайшие И вот На многих Из них Пересаженные Годом ранее Уже имеются Повреждения Разница В конечном счете Между Непересаженным И пересаженным Вопиющая Я соответственно Вопию На всю Сторону Выращивайте Сами На месте И не Подходите К ним С лопатой Дважды Получил Приглашение От организаторов Съезда Плодопитомников И оба раза Не решился Поехать Побьют Ведь на съезде И ведь есть за что Вспомните Мои фразы Опубликованные В Фазенде В разные годы Даже Мои саженцы Если их пересадить Становятся Инвалидами Детства Будущее За маленькими Частными Питомниками Где продавец И производитель И покупатель Смотрит В другу В глаза Узнайте Есть Выбраны Вами По каталогам Питомники Матышный Культурный Сад И он Только на Картинках В ярких Каталогах Вот Справка Из Почему все Так плохо Я знаю Всего Несколько На всю Страну Где есть Сады Остальные Сотни Стали Перекупщиками Это Деградация Всей России Это Мошенничество В гигантских Размерах Это Потерянное Здоровье Деньги Миллиарды Потерянные Вот Это Работа Кормежка Мошенников Вот Уточняем Спросите Пустит ли Ваш Питомник Выбрать Сады Самому И Покажет ли Взрослый Полносящий Сад Продают ли Питомники Сады На месте Или Вам К примеру Живущим В двух Шагах Предложат Выслать Их По почте И почему Таких Примеров Уже Множатся Живете Рядом Нет По почте Почему Показать Нечего Прививка Почек Кулировка Для холодных Регионов А их То Ведь Как бы И не Большинство На рынке Не как бы А действительно Большинство Узнаете На что Привиты Выбранные По каталогу Муклурные Саженцы Ведь Каталоги Об этом Не слово А если Оказывается Что Да Исключение Один единственный Пример Крупнейший Питомник НПО Сады России Крупнейший В России Значит У них Есть такая Фраза Абрикосы Привиты На полукарликовой Подвой До сих пор Не знаю Что такое Полукарлик Подозреваю Что на вишню А значит Это самое Жизнь коротка Подозреваю Что на вишню Но не знаю Поэтому Всем Кто это Прочтет Пожалуйста Кто Меня Слышит Пожалуйста Вот этот вопрос Важнейший Что на вишню И здесь В каталогах Об этом Ни слова Если оказывается Что штамповое дерево Привито на Кустарниковое А тем более Других видов Рассея То посылайте Ну а дальше Знаете куда Так Теперь Еще такой момент Они Даже когда Вы позвоните И Когда спросите Она что Привиты Ответ Такой Что В общем Вам Никто Ничего не скажет В ответ Они сами Не знают Или будут Врать Так Заканчиваем Значит Теперь Надеюсь Понятно Как я Стал Невыездным На съезде Плодопитомников Вот так Вот это Наша Вторая Серия Вот И Так как У нас Еще есть Достаточно Времени Мы с вами Наверное Где нибудь Тут у меня Пошаримся Вот У меня Пусть вы ее не увидите Пока выйдет Это будет поздно У меня Первого Марта Будет Вот этот Вот вебинар Советую Вам Переключаться На Мои вебинары Вот Видите Что такое Вебинар Я вас познакомлю Лучший Виноград В Сибири Вот Надо будет Дать Это Я вас сейчас Научу Чуть позже Видите Вот один из семинаров Мы сейчас Кстати про семинар Говорим Вот Вот он Я взял Сюда Вот это Как найти Рыкалина Как обзависеть С лучшими Саженцами В Сибири Вот Вот это Есть Учеба Вот Это Подлость Которая Это Видите Умерших Муравьев Подлежшая Вещь на свете Старое Это Дерево Которое Надо Или срубить Или Оставить В покое Пусть Муравьи Спасают Хотя бы То что Можно Спасти Нет Их Надо Уничтожить Главных Защитников Вот Вот Это Груши Изувечены Так Что Они И Увечение Послужило Причиной Гибели А не Бактериальный Ожог Вот А вот Это Страшная Вещь Еще Одна Щетка По металлу Ума Нет Мозгов Нет Вот Что Получается Мои Персики Где-то В Европе Вот Еще А Брянская Область Просто Мне Немного Времени Осталось Я Решил Заполнить Вот Этим Это Мне Писали В фотографии Это Брянская Область Мои Персики И Чек Олег Олег Мезинов Который Вырастил Два Моих Персиков Вот Один И второй У него Сейчас Цветочек Почек Полно Зима Страшнейшая В эту Зиму Погибнут Абсолютное Большинство Дерев В научно-сельских Институтах И Не только Брянского Страшнейшая Зима Все Погибнет Чертвой Матери Потому что Они Пропагандируют Вот Если Вот этих Специалистов Уже Памилию Трепать Не буду Брянского Института Заставить Вот этот Саженец Привести В порядок Они Отрежут Как у них Там было Из 5-8 Веток Оставляем Три Каждых Скелет Из Каждых 5-8 Веток Только Прочерешня Которая Такая Нежная Как персик Вот Вот это Предательство И Сейчас Когда Они Останутся Без Деревьев По идее Институт Надо Закрыть И Повод Есть Потому что Бесполезно Кол на голове Теши Сперва Калечим Потом Учим Какие Мы Можем Джемы Соки Компоты Из Персиков Из Черешни Получать Но Это Глупость И Дикость Вот Это У меня Будет Вебинар Я Буду Рассказывать Об этом Это Когда Олег Олег Мизинов Сказал Что Я Познаком Когда Получу Персики От Железова И Поучу Я Я Возьму И Пойду В этот Институт И Угощу Персиками Вот То О чем Они Мечтать Не могут Даже А Я Тогда Сразу Вспомнил Анекдот Посмотрела Бабушка Парнофильм И Воскликнула Жизнь Прожита Зря Посмотрят На Персики Попробуют От Простого Шофера Дальнобойщика Те Кто Всю Жизнь Учился И Учил Других Убивать Деревья И Воскликнут Попробовал Персики Жизнь Прожита Зря Сибирские Почеркиваю Видите Что Творится Вот Сейчас Момент Истины Все Будет Уничтожено И Уничтожаться 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 И Это По Всей России Вот Видели Что Делается Это По всей России Потом Кто захочет Все это Может Вернуться Еще раз Посмотреть Почитать Для чего Вот это Вот А потому Что Вот это Моя фотография Присвоена Я говорю Трелога Кинут Вас Раз Моя фотография Железова Не верили Что Нет А вот Это Что Вот Она Украдена Железова И Ставлена В Мошеннический Сайт А я Еще Говорю Вот Видите Крыша Чтобы Меня В суд Не Потянули Что Я Фамилия Становится Все более Популярной А я Скажу А вот Покажите Вот эту Крышу У вас А я Покажу У себя В Красном Хуторе Соседский Дом Доказательство Того Что Все Что Я Говорю Я Подкрепляю Доказательствами А раз Вы Присвоили Мою фотографию Вот она Вот она Видите Вон сад Вон она Крыша Значит Вы Мошенники Нет у вас Перекупщики Нет у вас Сада А кто Вы Юг России Представляете Вот Ковновидная Груша Которых Вот это Одна из самых Распространенных На планете Фотографии Ставили себе Не побои В Крыму В Крыму Все эти Все эти Сфотографии Из интернета Где ваш сад Смотреть в глаза Уже Крым И оттуда Эту Южную дрянь Просылает По всей России Ну а дальше Учеба 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 Видите Какие у меня Друзья Какие они Умные Грамотные Любая Обрезка И прививка Нарушает Энергетическое Поле Вот А это Про траву Стоит ли Заниматься Этой травой На девушку Не смотрите На траву Смотрите А вот Книги Которые Никто не покупает Нет Покупает Но так Мало Что это Это Бедность И моя Потому что Я потратил 200 тысяч Продать не могу Своих денег Да А причина Уже Бедность Не только Моя Всероссийская И бедность И незнание Равнодушие Вот Есть электронные книги 500 рублей Это Сэкономите Десятки тысяч Успеть Дать семена И посадка Подлая В яму Это все На полном Серьезе А вот Персик Знаете На сайте Крупнейшего Этого самого Как его назвать Питомника Он вроде Реальный Но почему-то Там Я не стал До конца Позорить Вот То есть Если перестанут Покупать Вроде Покупят Он все умрет А не купят Они умрут В голоду Я в растерянности И вот Значит Там Вот такие фотографии Где-то Штук 15 Якобы Они все Это сорта А фотографии Я проверял Все из интернета До единой И меня Умирило Только вот это Почему я остановился Персик Ценный продукт Мякоть плодов Сочная Ароматная А людям Что показываете Людям Что Я не зря Вот это Куки Показываю Вот Вот что Люди От них Получат Потому что Это все Замерзнет Все до единого И надо Включать В рацион Питания Да люди Вам деньги Подарили На эти деньги Они хоть что-то Купить Смогли бы А вы же Что сделали Вы подарите Все что умрет Да это А что Я зря говорю Это не та тема Но Сергей Железов Он же с Крыма Это выписал С Крыма Персики Яблони Персики Даже не проснулись Пришли уже С листочками Так Листочки Сдохли И персики Сдохли Мы не смогли Даже С них Черенки Взять А ради Черенков Брали Знали Что кинут Прислать В конце Мая Так Это Мои лучшие Друзья Смотрите Вы потом Можете останавливать Каждый раз И читать Этот текст Пожалуйста Вот Видите Какие у меня Ученицы Все с высшим Образованием Что интересно Вот Это просто Я Пока осталось Пару минут Я просто Листаю Чтобы Знаете Как Лучше сейчас Услышать Чем Кто знает Что будет Завтра А вдруг Это последний Я ничего Не исключаю Вот Видите Кутепова Вот Это не просто Кутепова Это Садовый питомник Кутепова Вот Схема Как надо Обращаться Деревом Если бы оно Дожило Оно конечно Давно мертво Вот Это Дрянь Вот Это Вот С листьями Продавать В этих Коробочках Да Когда Садишь Лица Сразу Отмирают Это Вообще Дени Друзья Вот Не то Что Вот С этими Корнями Посадил Пошла Тут Сок Пошел Пошел И она Продолжает Развиваться Кукиш Неудобно Второй раз Показывает Но Если Каким-то Чудом Из Тысячи Один Выживет Его Надо Будет Уничтожить Вот Схема Уничтожения Видели Ни стыда Ни совести Ну еще Осталось Полторы Минуты Вот А вот И урожаем Это Помните Там была Это Сама Как Семинар Вот Они Были Участниками Семинара Уизы Саженцы Косточки Семечки Результат Это Уже В Омске Ни Ма Не А Ну что Я Зря Живу На Свете А Где Еще Можно Такие Раздобыть И теперь Они Уже Сами Будут Выращивать И Продавать После Поездки К Железову Они Заложили Питомник Смотрите На Эту Красоту Поищите В институтах А Вы Вырастите Из Семечка Вот Это Нет Тогда Пусть Руки Зачерстятся И Вы К Железову Обращайтесь Вот Она Сладшайшая Груша Я Я Поверил Если Это Все Не Было Связано С Моей Фамилией Железова Ну Вот И Омск Все Заканчивается Наше Повествование Вот Китайский Пипинчик Я считаю Это Надо Сохранять А Вот Это Семья Наталья Матвеева Юлия Матвеева Это Мои Ученицы Они Оба Приезжали Ко Мне В гости Все Друзья Время Закончилось До Свидания На Этой Хорошей Положительном Примере А то Я Больше Проклинал Я С вами Не Прощаюсь Не Прощаюсь Продолжение следует